На пути к Куршунским водопадам находится, как мы поняли, старая мельница. Вода стыкает в такие чаши, где, как местные говорят, можно стирать белье очень неплохо. Но что это было раньше, кто знает. Она полуразрушенная такая мельница, очень интересно. На пути к Куршунским водопадам находится. Куршунским водопадам мы подъехали. Сразу после сильного дождя, переждав много непогоду кафе, там выпили по чашке кофе, кстати, очень неплохая гостиница. Мы оттуда пошли на прогулку по тропинке, по нижней тропинке, так как наверх был лесный резон, было очень грязно. И вот сделали такую съемку. После дождя лажа идти тут. Кстати, когда вы собираетесь на такие прогулки, позаботьтесь об одежде отдельной обуви в первую очередь. Обувь должна быть не скользкая, с хорошей подошвой. И, кстати, если подниматься будете на верхнюю дорогу, по верхнему кольцу пойдете, там есть пещеры, в которые можно, в принципе, залезть неглубоко. Но все равно надо взять фонарик, ну и возьмите, конечно, бутылку воды и одевайте там шапки, что-нибудь, особенно если солнце. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Больших ручейков, водопадиков, больших, маленьких, небольших. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут есть такие знаки, запрещающие проход, но нас это, конечно, не остановило, и мы полезли самим водопадом посмотреть, потому что чаши водопадов очень интересные и в жаркую погоду там можно вообще очень неплохо сделать и фотосессию и ступаться под самим водопадом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok